Уважаемые коллеги, у нас тут собрались и агрономы, и главные агрономы, и хозяин, и мы пришли к черешне. Итак, хозяин сначала посадил эту черешню в вертикальной осью, в вертикальном побеге. Но потом, узнав о системе КГБ, мы показали, и он переделал эту систему. Сейчас я расскажу, как формируется черешня по системе КГБ. Но прежде чем отвечать на этот вопрос, помните, я говорил, что надо такую сделать, типа шляпы, и тут рога. И вот так вот, значит, и начинать обрезать. Ребята, стоп, это все не так. Первое, мы должны учитывать побегеобразовательную способность черешни. Она самая высокая из всех косточков. Это первое. Второе, мы должны учесть физиологию развития. Никогда на однолетнем приросте не образуется подобное образование, кроме сорта свитхарда. Там есть исключение. Третье, если у нас разные системы формировки, мы должны под климат, под цель, которую мы преследуем, задачи, которые мы преследуем, мы должны учесть, что формировка КГБ и формировка УФО – очень быстрый сбор черешни. Где-то один профессиональный сборщик собирает в смену 500 килограмм, полтонны черешни. Можете себе представить? Потому что в системе УФО он не заходит на ту сторону. В системе КГБ как происходит сбор? Дело в том, что вот эти побеги, они очень хорошо гнутся. И сборщик берет в подмышку вертикальный побег и так, и так, в подмышку вертикальный побег и собирает. Но тут для КГБ надо примерно 2-3 сборщика, чтобы они шли с обеих сторон. Тут профессиональный сборщик собирает где-то 380-420 килограмм за смену. А вот в системе УФО – 520 килограмм за смену. Итак, вы это поняли. Тут та же самая картина. Мы в системе КГБ сначала формируем скелетный, базис так называемый. Тут никогда плодовых образований не будет. И эта система именно для того, чтобы сначала образовался скелет. Что мы делаем? Мы выводим, обрезаем мощный саженец. Если вы будете использовать слабые саженцы, типа вот молдавских саженцев, российских саженцев, там саженцы сдохлики. На украинском море чахлик невмырующий. Снег вы КГБ не получите. Ни УФО, ни КГБ. Разве что посадите вертикальную осью и получите на 5-й год товарный урожай. Даже на полукарликовом подвоем. Это я вам гарантирую. Уже прошу. Мне все же человек с годами. Итак, мощный однолетний саженец. Вы укорачиваете. И выводите 4 почки. Эти 4 почки в год посадки дают приросты по 60 см. И эти приросты укорачиваете на горизонтальной плоскости на 15 см. Получается из одного побега 2, видите, 2 прироста получаете. Потом на следующий год вы эти 2 прироста снова на 15 см укорачиваете. И получаете уже вертикальные обобеги, которые уже будут давать вам урожай. Но тут дело вот в чем. Какую выбрать схему посадки? Если мы выбираем схему посадки 4,5 см, между ряда даже 5 см, а в ряду 3, 3,5 см. То мы можем воспитывать 32 побега. И еще дополнительно год затрачивать. Снова усекая их на 15 см и получая уже 32 линера. Но в данном случае хозяин сказал, хочу KGB. Все. И он сформировал... А тут расстояние в ряду 2 метра. И он сформировал 16. Где 16, где 12 вертикальных линеров? Смотрите, что получается. На этих вертикальных линерах вы посмотрите, сколько плодовых образований. А так как затраты на вегетативную массу маленькие, а в основном на плоды, то тут плоды будут премиум класса. Если заявленная величина сорта саммит 30-32 мм, то тут будет 35-36 мм. Понимаете, да? За счет того, что мало древесины. Что вся древесина плодоносит. И так, вот в этом году, тут будет хорошее плодоношение плодов премиум класса. Что дальше? Дальше оно плодоносит. Потом, чтобы вот этот однолетний побег, он снова обрастает плодушками и выше становится на вот именно на полметра. Снова. Как обрезать в дальнейшем? Ни в коем случае нельзя укорачивать лидер. Ни в коем случае. Первый признак того, что вы правильно обрезаете, что вы правильно, значит, формируете, это одинаковая высота лидеров. Смотрите. Ну, тут на 5 см. А в основном-то они одинаковые по росту. Это говорит о том, что правильно сформирован скелет. Это очень важно. И так, каждый лидер не должен плодоносить больше 4 лет. Как происходит замена? Это очень важно. Вот у нас два лидера. Это скелеты. Ни в коем случае нельзя заменять вот в этом положении. Этот скелет, он нельзя, нельзя им пользоваться больше. Все. Вы его сформировали, все. Вы меняете вот лидеры. Итак, выбрали, что из этих лидеров 25% самых толстых лидеров вы срезаете на 3-5 см, чтобы была хоть одна почечка. Или спящая, или почка, которая вот сейчас в данном случае это ростовая почка. И снова идет лидер замещения. Таких срезов, таких самых толстых лидеров должно быть 20-25%. Но так как тут у нас 16 лидеров, то 20% должно быть замещение. На следующий год уже другие идут на замещение. Этот обрастает плодушками. Многие говорят, тоже очень интересно, что, ага, вот тут от плодоносила, тут будет покрываться плодушками, а тут уже будет голая древесина. Вранье это все. Будет плодоношение и тут. Но вот эти копьица, списки вот эти копьица, они будут удлиняться. Это первый признак того, что надо менять лидер. Чуть-чуть удлинился список, уже тут плоды будут не 36 мм, а 32. Это тоже сигнал, сигнал к тому, что надо проводить замещение в этой прекрасной формировке. Сейчас мы покажем вам формировку испанский куст. Тоже очень, довольно интересная формировка. Может обратим внимание, как закладывают на Кейджи Би и наподобие веретеношек куст? Совершенно верно. Вот смотрите на Кейджи Би закладка, да? А вот формировка веретеном. Давайте подойдем. Как она? Обратите внимание, формировка веретеном. Ну тут еще надо, чтобы циклическая обрезка была. Но нагрузки мы не видим. Эта формировка проигрывает формировки УФО и формировки Кейджи Би. Притом проигрывает настолько значительно, что если мы в количественном отношении, скажем, это в 10, в 20, в 30 раз проигрывает эта формировка. Представьте, давайте... Уважаемые коллеги, где изобретена формировка системы по испанскому кусту? Если вы переедете Пиренеи из Франции, из провинции Провенса, из Франции, с южно-юго-западной провинции, переедете Пиренеи и окажетесь в Испании, вы попадете на речку Эбра, где ловятся вот такие карпы и самы по 200 килограмм. Вода мутная, рыба ловится за счет того, что у него усики находятся. Я рыбак, поэтому мне тоже это близко. Громче говори, ветер сносит. Да, да. Значит, и так испанский куст был изобретен именно в долине реки Эбра, Испания. Чем он отличается от КГБ? Сначала формировка идет такая же самая, как и у КГБ. Но потом вертикальные лидеры формируют еще боковые ветки. В КГБ эти боковые ветки недопустимы. Или, есть исключение, они допустимы только латеральные. Видите, вот латеральные. Медиальные вот сюда, вот это в КГБ не должно быть. Только медиальная ветка допустима в КГБ. Тут испанский куст. Как мы тут меняем? Тут замена лидера происходит несколько позже. А мы меняем только боковые ветки. Вот боковая ветка от плодоносила, мы ее на две почки замещение, снова веточка растет. Мы тут меняем вот эти вот боковые ветки. А эту ветку мы меняем только с шестого года плодоношения. Мы тоже так, как на КГБ ее срезаем, и процесс повторяется. Почему? Это такая разновидность. Потому что есть сорта, которые дают именно боковые ветки. Если сорт саммит, сорт лапинс, нам таких боковых веток не даст. Что бы вы ни делали. Ну, регали, собрали, что если бы. Или про малину работали, кто-то так получили. Ну, зачем это делать? А вот такой сорт, как тот же свитхард, как скина, такой сорт, как стаката, они образуют вот эти вот боковые веточки. Вот как раз система испанский куст вот для этих сортов. Поэтому прежде, чем заняться садоводством, надо иметь знания. Надо иметь знания. А эти знания могут вам привить или знающие люди, потому что дилетанты, конечно, если вы познакомитесь с дилетантом, у вас просто ничего не получится. А так, испанский куст по скорости сбора немножечко отстает, потому что вам будет мешать боковые веточки крутиться. Но качество плодов тоже тут высокое. Самое высокое качество плодов на Уфо, потом на Кэджи-Би, и только потом на испанском кусте. Вот это вот вкратце. Вкратце так. Но мы сейчас будем садить в Днепропетровской области сад, я бы желал, чтобы вы туда тоже приехали наши коллеги, посмотрели, как это делается и как формируется изначально. Изначально формируется Кэджи-Би, Уфо изначально. И какими сортами. Если вы тихломан так начнете формировать, у вас ничего не получится, ребята. Понимаете? Поэтому надо знать, что особенности физиологии развития каждого сорта. Спасибо за внимание. Какое еще смысло? Нет, как-то. Нет. Нет. Продолжение следует... Уважаемые коллеги, мы подошли к яблоне на подвое М9Т337. Чем этот подвой характеризуется? Он очень редко дает поросли. Вот уже подвои группы ЕМЛА, подвои группы Паджам, тоже М9, подвои группы М9РН29, они дают прикормлевую поросль. М9Т337 не дает прикормлевую поросль. И это очень важно, бороться с корневой порослью, это тратить время. Это первый такой нюанс. Второе. Мы подходим к деревьям на подвое М9. Что нам должно? Мы должны знать. Мы должны знать, что это молодое дерево. А раз это молодое дерево, нам надо дать возможность образоваться корневой системе. Если мы сейчас тупо начнем резать на пеньки вот эти вот толстые, более-менее толстые ветки, не будет развиваться корневая, и в будущем вы потеряете вот эту соль прибыли. И вот этих вот 5-6 лет, как я говорил, что сначала дерево мы посадили, допустим, к ним баун или однолетку, оно два года укрепляется, потом начинается товарное положение. И вот вы, если будете мошь нарезать, вы потеряете объем урожая. Потому что и корневая же не будет развиваться. А теперь представьте себе, что если мы знаем физиологию развития этого дерева, знаем, что в первые годы нельзя делать жесткую обрезку, потому что мы нарастили корневую систему, чтобы количество листьев совпадало с количеством яблок на дереве. Мы должны с этого дерева трехлетнего собрать где-то 15 килограмм плодуха. Но для этого надо, чтобы была корневая развита, и чтобы было листьев. Если мы начнем сейчас обрезать, как нас учит книга, мы этого не добьемся. И мы сократим общий жизненный цикл этого дерева, этих 12 лет, которые отпущены этому дереву. Это бездомный подход. Мы смотрим в Ютубе, в Фейсбуке, везде в интернете, как режут наши специалисты. Правильно режут. Но они забыли о том, что есть развитие корневой системы, есть развитие скелетных веток, есть физиология и тонкости физиологии развития самого дерева на подвое М9. Итак, подходим к обрезке. Дело в том, что сад начинается с питомника. И если мы посадили деревья, однолетку с кроной, а это однолетка, то формировать первые два года не надо дерево. Оно уже сформировано в питомнике. Уже выбран штамп, высота штампа, ветки под тупыми углами. Это же все было сформировано в питомнике. Вы сюда должны меньше залазить своим секатором в первых три года. Вы должны делать корригирующую обрезку, корреляцию. И она должна быть минимальна. Так как тут не было дождей, и только в прошлом году поставлены дополнительно еще по одной капельнице, тут немножечко утерян был сам процесс развития дерева, и оно немножечко ослабо. Но закладка под урпочек тут хорошая. Итак, как бы я обрезал? Ну, конечно, надо виртуально представить, что тут мощнее это дерево. Оно должно быть немножко мощнее. За счет того, что оно будет мощнее, потому что добавились капельницы. Что бы я делал? Первый подход. Надо обрезать на югославский пенек. Но в данном молодое дерево надо обрезать на югославский пенек, когда боковая ветка больше диаметра штампа, которую мы будем принимать за две трети. Что такое две трети? Две трети это 66% толщины штампа. Есть в этой боковой ветке 66% толщины штампа? Нет. Мы ее должны обрезать? Нет. А наши специалисты обрезают, потому что это тоньше, это толще. И уже неправильная обрезка. Не спешите. Это дерево молодое. Оно должно дать урожай. Но уже в более старшем возрасте тут соотношение меняется. Одна треть диаметра боковой ветки. Тогда надо срезать на пенек. В данном случае на пенек должна срезаться ветка, это корреляция, коррегирующая обрез, которая отходит от штампа под более острым углом. А тут таких веток боковых нет. Значит, тут мы ничего не обрезаем. Но запомните, ветка боковая у яблони, именно у яблони, она должна иметь вид вот такой. Вот смотрите. Должна быть ветка под тупым углом отхождения. Как измерить тупой угол отхождения? Вот это угол? Или вот это угол? Вот как вы думаете? В месте отхождения, наверное. Вот это угол. Вот это отхождение. Вот так он измеряется. И эта ветка, ну, конечно, мы тоже это, тоже это мы учитываем. А если бы эта ветка вот так была? Представьте себе, какой угол тут было отхождение. Вот эта вот веточка, которую я сейчас держу, это как бы образец. Вот такая должна быть ветка. Она может быть толще, она может быть тоньше, но она должна быть такая. Это образец, уникальный образец, какая должна быть ветка у яблони. Если мы сейчас вот ноги берут и однолетний побег перевязают, укорачивают, это делать ни в коем случае нельзя. Это первая архи ошибка обрезчика, потому что тут образуется чертова метла. Маленькие, тоненькие веточки и вот эти вот, видите, плодушки. На них никогда не будет хорошего яблока. Ага. А если у нас тут вот две ветки? А теперь смотрите. Жалко, что мы не можем взять ветку, там где две ветки. Прямо ее отрезать, вот если найдешь. И я вам сейчас ее начну вертеть и рассказать, как поступать в этом случае, если тут две ветки. Это очень важно для обрезчика и для агронома, действующего агронома. Итак, расскажу уже. Вот. Расскажу уже сейчас. Итак, смотрите. Если сейчас, вот это вот однолетний прирост, а тут ветка вертикальная, то надо эту вертикальную ветку удалить. Если ветка вниз пошла, ее надо удалить и только чтобы одна ветка была однолетнее продолжение. Укорачивать ее ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Еще очень уникальная такая возможность и это правило. Если у нас угол отхождения острый, то на этой ветке образуются два плода на второй год. Если угол отхождения более тупой, три плода. Если угол отхождения почти что горизонтальный, пять плодов. Если угол отхождения идет ниже горизонтальной линии, восемь плодов. Поэтому когда тут вертикальная ветка вот под таким углом, надо еще подумать, какую оставлять. Для этого есть еще одна вещь. Вот плодовая почка. А вот в этой вертикальной ветке нет плодовой почки. Какую оставить? Конечно, та же с плодовой почкой. Потому что этот плод немножечко в горизонтальное положение наклонит эту ветку. А если ветка вторая в продолжении, она вот в горизонтальном положении. Помните, я на персике сказал, что эти ветки нельзя обрезать. Потому что мы в любой момент можем перевести. А тут в яблоне та же самая ситуация. Если у нас боковая ветка, вот она, смотрите. Видите, боковая веточка. Мы всегда можем потом перевести на эту боковую веточку и сделать ее главной. И занять нишу, где свободно, где нет боковых веток, где нет плодов. Мы можем перевести. Поэтому никогда не трогайте ветки, которые идут горизонтально. А вот которые идут вертикально и в крону, надо, конечно, убирать. Понимаете? Вот это не ниша. Ну это же были плодовые списки. Может быть даже вот это. Есть же правило. Если до секатора, значит не трогаем. Развер секатора. Ох, жаль. Дело в том, что тут настолько плотно урожай огромный, что если мы будем на эти плодовые обращать внимание, будет неправильное развитие дерева. Вы должны, прежде чем обрезать, я же вам уже об этом говорил, вы должны оценить урожайность будущую. Тут урожай два ведра, три ведра, а мы будем сохранять плодовый список. Ни в коем случае. Надо правильно формировать. Вот. И еще один вопрос. Вот тут вот две ветки. Там идет трактор. Тут пустая, она не нужна. Пусть, совершенно верно. Тут ветка пустая, она не нужна. А вот эта ветка, она тут и с плодушками, и она более горизонтально расположена. поэтому, в принципе, вот эту надо сохранить на будущее, и ее, в принципе, можно вот тут вот обрезать. Секатор фейлка режет. Ну, тут мы не обрезали, потому что она еще не настолько толстая. Правильно. Помните? Но она имеет длину длиннее, чем нижний ярус. А нижний ярус может быть всегда длиннее, чем выше короче. Совершенно верно. Поэтому мы можем ее сократить. Или если была тут, за счет того, что тут сильная нагрузка урожая, эту ветку мы должны сократить. Или тут, или тут. Это вовнутрь, да, но она нагрузится. Список. Или вот тут. Пока нет тут ничего такого страшного. Это уже потом, когда дерево начнет стареть, корневая система начнет отмирать, дерево начнет стареть, и уже на 12-й год вот этих веток не будет. Они будут коротенькие и слабенькие, будут однолетние приросты. Тогда можно, когда она стареет, подрезанием заниматься. Да. И тогда уже в принципе надо будет менять сад. Как менять? Вот на этом месте, допустим, 12 лет от планирования на подвоем деле. Вы выкорчевываете и что делаете? Меняете междурядие. и потом сюда высаживаете в косточковую группу. Потому что вот эти вот все шлаки, продукты диссимиляции, которые там, они не будут влиять на персик, на черешню. Вы можете садить персик, черешню, но надо почву немножечко восстановить. Каким путем? Вносится перегной, потом высевается горчица, потом, когда горчица начинает свисти, она измельчается, запахивается. Что горчица делает? Она с корнями, а там алкалоиды находятся, она убивает грунтовых вредителей. Раз. И седираты, так как эта горчица обогащается азотом органическим. и уменьшает действие вот этих 60 тонн веществ, которые внесли, перегноя, сглаживается. И вы всадите новый сад косточковой группы и получаете снова новый цикл жизни сада своего. Но уже не яблони, не груши, не семечковой группы, а косточковой группы. Василий, скажи, вот так можно на вот такое список. Нет, нельзя на такой список. Все, вот это, если вы сейчас обрежете в эту ветку, бросите на производство. Та ветка отличной длиной. Посмотри, какой здесь прирост. Отлично. Смотрим на лидер. У лидера такой же прирост, как и здесь. Запомните. дело в том, что само дерево, оно должно иметь форму ели, елки. Вот тут вот длиннее, боковые ветки, потом короче, потом короче, а тут вообще они должны быть короткие, чтобы крона была осветлена. Вы знаете, где самые будет качественные плоды? и вот тут. Но тут есть еще один момент. Я не могу сейчас его показать, потому что нет тут лидера. Я покажу. Да нет, да нет. Я право вот это. Нет, не то. Ну, блин. Не то. Дело в том, что если бы тут было еще три, что везде, когда хорошее капельное рожение, тут должно быть еще три таких развитых ветки. Их, эти три развитые ветки, центральный проводник остается, а их надо срезать на пенечек. Но вверху пенечек должен быть очень короткий. И когда вот эти вот однолетние три ветки, то видно даже корни, вот тут корни, видно почку. И вот, чтобы почка была снизу. И пеньки, длина пеньков в нижнем ярусе должна быть длиннее, в среднем ярусе короче, а в этом ярусе очень короткое. И особенно очень короткое на однолетних, одногодичных приростах. Тут я не могу это показать, потому что тут их нет. Длины какой внизу должно быть? Длина, длина, длина югославского пенька вот тут должна быть 8-10 сантиметров, вот тут должна быть 5 сантиметров, и вот тут должна быть 1 сантиметр. А если это Дженагул, да? А если это чемпион, Элиза? Это не имеет значения, потому что вот тут мы не видим почек, но они есть. Это скрытые почки, спящие почки, как называемые. Почему мы режем на пенек? Мы режем на пенек, чтобы тут было площади меньше, а тут больше. большая вероятность, что отсюда проснется объем запистие. Мой коллеге, хотел отдельно рассказать об опылении. Дело в том, что есть группа сортов, яблони особенно, у которых пыльца стерильная. Это группа триплоидов, это такие как муцу, как клоны Дженаголды, клоны Дженагаредов. В данном ситуации тут Редженапринс, ему надо опыление. Во многих садах, даже профессиональных садах, опыляют сортом Айдареги. Это не преступление, это хуже, чем преступление, потому что генетически в Редженапринсе и в Айдареге есть один родитель, Дженатан. И во многих есть тоже родитель Голден. Поэтому не годятся это опыление, потому что родственные связи тут действуют как тормоз в опылении. И прорастание опыльцы поматочной трубки так эффективно не будет она прорастать и не будет завязывания в воду. Поэтому есть универсальные опылители, которые поздно цветут и которые мы располагаем в саду для опыления. это профессор Спрингер, это Эверест, это Ройл, это Хиллери, это Голден Гэм. Вот эти вот универсальные опылители, пчела садится на цветке и идет по ряду и опиляет, способствует опилению вот этих вот сортов, у которых серийная опыльца. Айдорет это плохой опылитель. Надо в саду, чтобы были универсальные опылители именно в позднецветущих сортах. И допустим в раннецветущих таких как тот же Чемпион эти опылители опыляют только первых 2-3 дня сведения Чемпиона. И все. А потом уже вступают в опыление другие сорта, которые находятся в саду. Но для сортов истерийной опыльца вот эти опылители должны обязательно в саду быть. В начале ляду и где-то посередине. Чтобы этих опылителей было хотя бы от 2 до 5 процентов в саду. Тогда получать урожание. Еще насчет самого общей урожайности. Есть хозяйство в Западной Европе. Что они делают? Они берут и начиная с 4-летнего возраста деревьев на подвое МДЕВ начинает действовать прагексадионом кальция. регалийс. Уменьшается межузлевое пространство. Увеличивается количество завязи, количество плодовых почек. Потом когда цветение действует гибериллинами. когда первые плодики маленькие действуют снова гибериллином удлиняется плод. И они фактически получают дерево получает фактически как бывшая команда в ГДР была. Почему они занимали золотые медали? Потому что они анаболики употребляли. Садили печень и эти люди больны. То же происходит с деревом. если мы будем стимулировать образование генеративных почек потом удлинять увеличивать плоды гибериллинами такое дерево долго вам не прослужит. Оно не будет 12 лет служить. Вы из него выжмете все соки вы будете каждый год получать по 80 тонн с гектара но на украинском мове я так прислили цей дождь ненадолго на русском языке этот дождь ненадолго не следует этим заниматься пусть будет у вас 30-40 тонн с гектара но это будет качественный плод это он будет правильно выращенный без фитогормонов можно применять гибериллин но не в таком количестве понимаете и вообще регалис гибериллин надо применять начиная с пятого года вегетации и плодовых но не в таких количествах но видите есть которые прибыли очень быстро и сразу и сейчас я считаю что этого делать не стоит